Она спивается. Бывший любовник бьет тревогу из-за певицы Ирины Атеевой. Новый выпуск шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» был посвящен некогда известной певице Ирине Атеевой. Сейчас артистка не выступает, не выходит в свет, не дает интервью. Близкие встревожены. Они утверждают, что певица якобы спивается. Ирина Атеева прославилась после того, как исполнила заглавную песню в фильме «Вам и не снилось». Артистка виртуозно пела джазовые партии и считалась конкуренткой Ларисы Долиной. Но прошло много лет. Об эффектной певице ничего не слышно, она буквально пропала. В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» появился некий Александр Пищиков. Мужчина сообщил, что познакомился с Ириной, когда той не было и 20 лет, они даже были любовниками. Сейчас он живет в Германии и давно не общается с Атеевой, но общие знакомые сообщили ему печальные новости о ней. Когда мне сообщили, что она спивается, это был удар ниже пояса. Признался бывший любовник артистки. Пищиков признался, что не понимает, как с ней такое могло произойти. Ведь в свое время, когда у него самого были проблемы с алкоголем, она чуть ли не грудью вставала, чтобы спасти его от этой напасти. На шоу показали и саму Ирину Атьеву. Репортеры сняли некогда эффектную артистку дома, в халате, без макияжа, с небрежной прической. Сейчас выглядит певица совсем не так, как раньше. Ирина пожаловалась на невостребованность. Это страшно, когда ты всю жизнь работал. И не работаешь. Страшно, старики не нужны больше. Все, нужна молодежь, вот эта дебильная. Которые не петь не умеют, ничего не умеют вообще. Заявила Ирина Атьева. Артистка заявила, что ее никуда не приглашают, будто меня и не было. Вообще ни разу не позвонили. Во всяком случае, я всегда благородно себя вела в том отношении, что я всегда звонила, когда людям плохо, да. Но я так воспитана. От меня отвернулись все. И Лариса, Долина, и Песков, и Серов, крутой. Когда я была на пике, они все звонили, они все приезжали, они гуляли здесь днем и ночью. А вот как только меня убрали. Новая позиция просто тогда появилась у телевидения, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат, высказалась певица. Находящаяся в студии актриса Ирина Мирошниченко в шоке от того, что стала с Ириной Атьевой. Я думаю, что она очень больна. Это болезнь. Ее надо лечить, если у нее есть близкие люди, а у нее жива мама. Сказала актриса. Она призвала общественность помочь певице. Затем обратилась к Андрею Малахову, который якобы тоже хорошо разбирается в этой теме. Тот отреагировал. Я считаю, что Ирина в какой-то степени лукавит, потому что ей периодически звонят редакторы, приглашают ее на программы, вспоминают. Конечно, предлагают помощь, но вот она как-то закрылась. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Россиян не выпускают из Китая из-за угрозы распространения коронавируса. Прививка на всю жизнь. Соловьев публично разрыдался. Писали всем друзьям. Барановская сбежала из России вместе с детьми от Оршары. Афера. Взорвавшуюся Бузову улечили в обмане ради наживы. Распустившегося до Магарова погнали в шею. И многое другое. Распустившегося до Магарова. Распустившегося до Магарова. Распустившегося до Магарова. Распустившегося до Магарова. Распустившегося до Магарова.